Всем привет! В эфире канал CBK. С вами я, Андрей Бурцев, и мой друг Илья Киселёв, я с вами. Всем привет! Всем привет! У нас сегодня новостной блог. Уже по традиции мы приглашаем к себе лицензированную эмиграционную адвокаты США. Алекс, привет! Приветствую, ребята! Приветствую всех, кто нас смотрит. У нас сегодня будет такой комбинированный немножко выпуск. Алекс расскажет сейчас новости больше, наверное, из своего опыта. Мы уже новостями по границе после Алекс продолжим. Алекс, давай я тебе даю слово. Расскажи, что у тебя было недавно по поводу судебной практики. Да, ребят, ну давайте. Я вот хотел рассказать интересную вещь, потому что, как вот мы с вами до этого уже обсуждали, я всегда стараюсь что-то вылавливать интересное, что может быть, разумеется, полезным для тех, кто нас смотрит, слушает. И вот хотел немного поделиться. Вот вчера у меня был суд в Сакраменто, и было пару моментов, которые были очень такие любопытные. И, разумеется, оба момента были такие с правового поля, вот, именно такие процессуальные. Вот о них хотел немного вам рассказать. Значит, вы мне там задавайте вопросы, если что-то непонятно, а я тогда начну, да? Значит, первый момент вот какой, небольшая предыстория. Значит, это у меня, я представлял семью, их там, по-моему, в районе 9 человек их. Значит, они заехали через Мексику в районе года назад, вот как раз по моим, насколько я помню, это прямо вот когда коронавирус у нас начался, это март месяц был. Значит, и получилась такая ситуация, что всех выпустили, потому что там было наличие детей, а молодого парня, чью жену с детьми выпустили, по той или иной причине его оставили тогда, вот еще год назад. И, разумеется, из-за того, что человек сидит в тюрьме, конечно, кейс двигается быстрее. И, разумеется, семья переехала в Сакраменто, и мы ждали назначения суда, который, как вы можете предположить, в то время вообще работали, ну, еле-еле вообще, да? Вот. Тем не менее, у этого парня мы начали работу, и все было хорошо, мы провели работу, и это был один из тех кейсов, которые я выиграл, но судья сказал, Алекс, беря во внимание, что сегодня у нас существует закон Дональда Трампа, да, если человек не подал на политическое убежище в Мексике, он только имеет право получать вот холдингов ремоуал, да? Это вот была та пора. И он сказал, вопросов нет, но это вот холдинг. Я ему, ну, разумеется, сказал спасибо, все, и мой клиент вышел из детеншена. Потом произошла ситуация, когда изменилось право, и я подал ходатайство обратно в этот же суд, и мы, я попросил суд, как бы, беря во внимание, что закон более не имеет юридической силы, то, что Дональд Трамп сделал, я подал ходатайство и попросил, чтобы человеку дали нормальный статус. И он получил политическое убежище, мы получили новые документы, что у человека политическое убежище. Значит, и здесь вот, как я уже сказал, суды работали медленно, но потихоньку-потихоньку они разошлись, и мы подошли медленно к тому, чтобы уже у оставшейся семьи было судебное решение. Причем один интересный момент, который тоже вы должны знать, что это возможно, там, значит, состав семьи, вот этой большой, был такой, значит, был взрослый отец со своей супругой, и было три дочери, и одна дочь, она была с детьми, и она была вот супругой этого человека, которого я выиграл в тюрьме. И, разумеется, она имела свой отдельный кейс, потому что она была взрослая девочка на момент прохождения границы, да. И когда она, когда документы у нас появились в иммиграционном суде Сакрамента, разумеется, у них были у той семьи, у того отца с супругой, да, с количеством детей, это у них был один кейс и один судья, да, а у этой девочки с ее детьми был другой кейс. Но вот что хотел первое сказать, это все реально, это возможно, чтобы люди понимали, что это вам сэкономит, как бы, много времени и денег. То есть я взял, подал Хадатайска, и несмотря на то, что теоретически она не имела права быть частью этого кейса, да, потому что ей больше, чем 21 год. Тем не менее, я в Хадатайсе объяснил судье, что, господин судья, сегодня ковидные времена, да, и вы, я уверен, у вас есть время, чем, куда тратить ваше время. И я попросил, что, если вы не возражаете, соедините эти кейсы, потому что, в любом случае, факты у них имеют отношение, факты у них идентичны, они из одного города, и у них проблемы друг с другом связаны. И, разумеется, судья удовлетворил Хадатайство, я их соединил всех под одну крышу. И далее, что было? В принципе, единственный здесь такой интересный момент, который вот возник, я вот рассказывал о нем. Когда я пришел в суд, я сказал судье, что, господин судья, она сегодня присутствует здесь с детьми, и ее муж, разумеется, здесь тоже присутствует, и у него есть статус политического беженца уже. И вы имеете юрисдикцию над его супругой с детьми. И я сказал, что, а почему она вообще должна сегодня, в принципе, давать показания, если у него статус, и на 589-й форме, когда я его поддавал, разумеется, она была вписана, да? То есть вы должны, в принципе, просто взять бумагу, подписать приказ, что вы ей даете, она автоматически получает сегодня статус. И здесь интересная вещь у нас произошла. Он как бы подумал и сказал, ну, в принципе, да, почему нет, могу. А потом речь зашла о детях, которые не являлись его родными биологическими детьми. И он сказал, что по поводу детей? Я говорю, ну, желательно детям тоже, конечно, статус. Вот. И они с прокурором начали что-то там совещаться, ну, все вместе мы как бы совещались, и они начали говорить, что если дети официально не усыновлены им, то тогда дети не имеют права на получение статуса. И вот здесь я не согласился, потому что я сослался на закон, вернее, на интерпретацию того, что же такое приемный ребенок согласно требованиям иммиграционного права США. То есть в большинстве случаев, разумеется, данное понятие очень активно трактуется, когда люди подают разного рода петиции, да, например, если, например, человек здесь находится, он подает петицию на свою жену, это не его дети, но это ее дети, да. И, разумеется, иммиграционные службы прояснили это. Ну и самое, что интересно, к чему все это свелось, судья со мной не согласился, но я думаю, что он совершил ошибку, вот, потому что согласно USCIS, иммиграционным службам и их интерпретации данного понятия, вот, есть непосредственно на их сайте, там написано о том, что ребенком, приемным ребенком с точки зрения иммиграционного права является ребенок, если пара муж и жена оформили свои отношения до достижения 18-летнего возраста этим ребенком. То есть, как бы это была моя точка зрения, я судье говорил, как бы, ну вот же у нас закон прописан здесь, вот, но он как-то так, он не то, что со мной сильно воевал, но он как-то так морщил лоб и говорил, что он не совсем с этим знаком, потому что, ну, как бы он иммиграционный судья, он, я так понимаю, не очень много занимается оформлением разных, именно там петиции, рассмотрением петиции и так далее, вот. Ну и вот было любопытно, что все свелось к тому, что я говорю, да мне кажется, вы, ребята, вы не правы, потому что вот здесь же в законе написано, что у нас есть доказательства того, что они зарегистрировали свой брак, и детям не было 18 лет, эти дети являются, являются его детьми с точки зрения миграционного права, и он имеет право подавать петицию. Ну, в общем, я, разумеется, не хотел бодаться, потому что судья хороший, хороший дядька был, и я не хотел бодаться, я понял, что он меня, как бы, не особо, как бы, понимает. Я сказал, ну, мы в таком случае готовы давать показания. И вот здесь, кстати, еще один момент, ребят, тоже, мне кажется, будет полезен, чтобы люди понимали, особенно для тех людей, если вдруг вы будете, например, в иммиграционном суде один день, если вы решите представлять свои интересы без адвоката, чтобы вы просто понимали. Помните, мы записывали передачу про этот, про секретарь дискрешн, помните, после которого тоже куча вопросов было, да? Вот здесь тоже, здесь тоже интересный момент такой всплыл, потому что мне прокурорша говорит, Алекс, а когда, когда ты выиграл супруга, ты же подал петицию сразу на детей и на супругу, да? Я говорю, да, подал. Она говорит, да, я вижу, она здесь в рассмотрении. И она мне говорит, а хочешь, типа, мы сегодня ее кейс, ее кейс, грубо говоря, закроем только ее кейс, сделаем вот это prosecutor discretion, так как у нее есть другой способ легализации, да, через вот эту петицию своего супруга, да? И с точки зрения правовой это действительно было реально. Я бы мог сказать, да, давайте сейчас закроем, чтобы она не давала показания, пусть она вот там на лавочке отдыхает. А через 2-3 года, через 2-3 года, когда эту петицию рассмотрят, ей придут бумаги на то, что у нее теперь есть статус. Но с точки зрения нас, с точки зрения как бы интересов клиентов, ее в частности, я прекрасно понимал, что нам это не вариант, потому что мы полностью были подготовлены, она готова давать показания, да? Зачем я буду сейчас ее консервировать на 2 года, если мы можем... Да и что, и известно, что будет еще там через 2-3 года. Ну, нет, но оно как бы будет, конечно, стопроцентно, потому что он выиграл, и это его супруга, и это его дети. Они дадут, но просто, ты же видишь, как сегодня миграционная служба работает. Это еще не факт, что это будет через 2-3 года, а если так все будет продолжаться, знаешь, это к разговору о том, что мне вчера судья говорит, судья говорит, Алекс, ну я тебя скоро, наверное, буду видеть теперь только по телевизору, знаешь, я ему говорю, типа, почему? Почему он сидит без маски, полностью вакцинирован, знаешь, я тоже сижу без маски, он мне говорит, ну нам распоряжение сверху пришло, что мы сейчас этот, нам теперь будет разрешаться выходить по Вебексу, да, ну это программа такая, Вебекс, да, типа, как вот, как Zoom, да, что мы теперь будем из дома работать. Это к разговору о том, что, знаешь, этот, я говорю, мы с ним начали смеяться, я говорю, как только нам сказали, что типа с коронавирусом все закончено, вы уходите на домашний этот, знаешь, на домашнюю работу. То есть я к чему говорю в ответ на твой вопрос? Неизвестно, сколько эта петиция будет рассматриваться, понимаешь? То есть с точки зрения правовой мы имели право сказать, я бы мог ее лишить этого стресса, да, грубо говоря, и сказать, слушай, иди там садись, через три года или четыре года, или через пять лет эту петицию рассмотрят и тебе дадут статус. Но тогда зачем мы готовились ко всему этому? Потому что она была полностью готова давать показания. И, разумеется, вот это тот, возвращаясь опять к тому же этому prosecutor discretion, о котором спрашивали люди тогда, помните, когда мы передачу, да, записали, там были кое-какие моменты неясные. То есть прокуратура, они всегда это спрашивают, типа, а хотите, пойдем таким путем, да? Вот, ну, а в данной ситуации это было бы глупо, потому что мы готовы, и мы сегодня можем выиграть статус, зачем нам ждать? Вот. И мы пошли, и мы начали, как бы, давать показания. И вот это, как бы, такая была первая, первый такой момент, который правовой был очень интересный, потому что я для себя понял, что, как бы, опять-таки, может, я, конечно, ошибаюсь, но я проверил источник, и я думаю, что все-таки судья был неправ, потому что дети, дети, с точки зрения иммиграционного права, они не должны, родители не должны иметь официальные бумаги об усыновлении именно для иммиграционных целей, потому что если вы вступили в брак с женщиной или с мужчиной, и дети вашего партнера на тот момент не достигли 18-летнего возраста, вы, эти дети являются вашими приемными детьми, и они будут иметь право на такие же бенефиты иммиграционные, как и ваша жена или муж. Вот, это, как бы, такой был первая глыба, вот, но мы ее проглотили и двинулись дальше. А второй момент, который я хотел вам вот рассказать, тоже интересно, значит, кейс базировался на страхе будущего преследования, и тоже, это не был судья Ньюмайстер, о котором я говорил ранее, помните, когда он любит сразу прийти и говорит, давай сразу расставим точки на две, типа, да, что это за кейс и как мы на него смотрим, да. Этот судья Магрерт, он не был такой, но он тоже очень хороший, разумный человек. Вот, мы не имели дискуссию, но мы начали давать показания. Но знаете, что было любопытно? И вот я надеюсь, что это тоже будет полезно. Вот мы уже записывали передачу про будущее преследование, и мы говорили, да, о том, что, помните, да, что оно не падает из ниоткуда, да, у него должны быть ноги, да, ты должен показать, что существует логика, и самое главное, существует не просто логика, а существует действительно тот риск, тот риск, что у вас будут проблемы. И мы говорили об этом, помните, да, что этот риск, даже если есть у вас 10% риск того, что у вас будут проблемы, да, и вы будете, станете жертвой преследования, то вы имеете право, вы имеете шанс на неплохой кейс. Но вот здесь, знаете, что любопытно было? Когда я готовил клиентов, мы, внимательно, разумеется, шли по фактам, и у ребят была такая ситуация, они выходили на одиночные пикеты, но у них были достаточно большие расстояния между пикетами, знаешь, то есть у них был пикет, а следующий пикет у них был через год. И когда я им готовил… Разрыв без действия – год. Да, разрыв без действия – год. И я, конечно, когда это готовил, я на это глазами прокурора смотрел, и я готовил своих клиентов, потому что мне было интересно узнать их мнение, чтобы мы могли парировать вопрос, который может прилететь от прокурора, да, что типа вот вы просите политическое обещание на основании там вашей политической деятельности, да, например, вы выходили на пикеты. Ну, а как вы выходили один раз на пикет, а следующий раз вы вышли на второй пикет. И мы-то все прорабатывали для того, чтобы иметь во всем как бы логическое объяснение. Но что самое интересное, знаете, вот к моему приятному удивлению, мы так как бы глобально все это прорабатывали и расщепляли. А к моему удивлению, ну ладно судья, потому что судья слушает стороны, да. Но прокурорша, как бы она вообще в это не углубилась. То есть она вообще даже из этого не сделала никакого момента, знаешь, чтобы сказать, чтобы показать, что она знает, знаешь, то есть я вот что хотел сказать. Я вот сидел, знаешь, вчера вот ехал обратно и анализировал в голове. То есть вот у них, понимаете, какая ситуация? У них, когда они сделали второй пикет, у них в принципе вот со второго пикета началось все вот это движение со стороны, которое потом повлекло за собой преследование. И что было интересно, там вот действительно началось достаточно, как сказать, ну достаточно неплохой ряд контактов с представителями власти, когда тебя вызывали и так далее. Но тем не менее, но тем не менее кейс в принципе, если мы берем, если мы реально берем вот этот второй пикет, да, кейс, начиная со второго пикета и с тем, как у них потом складывались дальше события, до их отъезда, кейс получился исключительно короткий, исключительно короткий. То есть там у них реально получилось, по-моему, в районе двух месяцев, понимаешь? Но вот я же еще раз говорю, но это вот полезно знать вот эту информацию, вот о чем я всегда и кричу как бы на интернете, да, что видите, короткий кейс, но мы смогли доказать, что когда власти за них взялись, они уже вот взялись и они хватку свою не упустили, понимаете, и не отпустили. То есть мы смогли доказать, что были вызовы, были угрозы и так далее, и так далее, и когда они оттуда уехали, власти показали то, что они о них не забыли, что они их ищут и они их вызывают к себе, понимаешь? И вот и все. И это при условии, что был большой период времени бездействия, вот еще раз подчеркиваю, да, то есть вот это очень важный момент. Да, то есть понимаешь как, я просто, почему я тебе говорил, знаешь, я готовил клиентов к тому, что мы должны были готовы к любому, ну как бы, к любого рода вопросов с разных углов, да, то есть вплоть до того, что вы вот вышли на пикет, потом вас власти, грубо говоря, засекли, но они с вами ничего там особого не проводили. Потом прошел год, вы вышли еще раз на пикет, и тут вас взяли в оборот, понимаешь? Мы и это прорабатывали, как бы, какая может быть логика, почему, что произошло. Но суть остается, суть остается все равно, вот, что мне было любопытно, что, знаешь, вот мы рассказали это, как бы мы представили все показания, вот, и когда уже были, мы подошли к концу, я готов был там заключительное слово говорить, как бы суде даже заключительное слово не понадобилось. Он просто как-то так сел, послушал и говорит, ну, как бы, я вижу здесь достаточно хороший, достаточно хороший кейс будущего преследования, знаешь? И это было как бы прекрасно слышать, потому что, потому что действительно, знаешь, за такой короткий промежуток времени, ну, его, ему этого хватило, его это убедило, понимаешь, что за людей, за них взялись, и они бежали, и после того, как они бежали, власти все равно, и это, разумеется, было на вес золота, что мы смогли показать, что после того, как они уехали, власти их не оставили в покое, они их искали, они их вызывали и так далее, понимаешь, хотя их уже там не было, понимаешь? И вот было очень, было очень любопытно, потому что я готовился, как бы, к более такой серьезной, серьезной защите, и именно готовился, как бы, приводить в пример прецеденты, да, которые именно касались будущего преследования, почему они это заслуживают, а мы как-то до этого не дошли. И то же самое с прокуроршей, знаешь, когда я с ней до этого разговаривал по телефону, за день до этого, знаешь, я тоже, знаешь, она мне позвонила, я говорю, давай, да, давай пообщаемся по поводу кейса и все прочее. Она тоже, знаешь, я так слушал, я вижу, она вообще, как бы, ее это вообще не грузило, знаешь, ни длительность, ничего. Все, что она говорила, все, что она говорила, да, я посмотрела все, Алекс, ну, я считаю, что здесь неплохой кейс будущего преследования, как бы, он там изложен, неплохий подбор, как бы, статей и неплохо документированный кейс, понимаешь, то есть у нас, разумеется, были доказательства того, что люди были на пикетах, у нас были фотографии из пикетов, у нас были, если были акты задержания, да, у нас мы их показали. Но все равно, все равно, что мне было, что мне было интересно и что полезно, понимаешь, что вот я понял, что бывают такие, бывают такие случаи, конечно, нужно готовиться, лучше готовиться больше, чтобы потом иметь такие приятные сюрпризы. Но было приятно понимать, что даже в такой короткий временной промежуток тебе может быть достаточно для того, чтобы выиграть кейс будущего преследования, понимаешь? Вот это было очень интересно. Но это тоже, знаешь, это как бы, опять-таки, я не хочу вселять глобальную надежду во всех в том отношении, что, я не знаю, конечно, такой кейс бы имел бы другой, наверное, отпор, если бы он был там в Аризоне или в Техасе, например, да, или там, или в Северной Каролине, или еще где-то, да, там, вот. Но, видишь, Калифорния, вот как-то так они, все быстро прошло, но вот было интересно. Ну, класс, ну, то есть на сегодняшний день все-таки надежда у многих, у кого есть действительно большой период и разрыв в истории, где есть период времени бездействия, то есть реальная надежда на то, чтобы этот суд можно было бы выиграть, но хотя, исходя из этого инцидента, который произошел вот в ближайшее время. Ну да, понимаешь, вот еще раз подведу просто итог. Вот вчерашний суд показал мне, знаешь, что интересно, что действительно нормой права, которая нам помогает для того, чтобы выиграть такого рода кейс, остается тот известный прецедент, который нам сказал, что даже 10-процентный шанс риска того, что если человек вернется обратно в свою страну, у человека будут проблемы, этого достаточно, чтобы выиграть кейс на основании будущего исследования, понимаешь? И видишь, как показал опыт, по крайней мере, вчерашний, для этого не нужно иметь длиннющий кейс, знаешь, для того, чтобы удовлетворить эту данную норму права. Но ты можешь показать достаточно короткий промежуток времени, который более-менее был насыщен событиями, и потом, видишь, как мы смогли показать, что власти не забыли, и мы выиграли. Вот, собственно, и все. Ну, класс. Алекс, спасибо тебе большое. Да, ребята. Огромное спасибо, что ты к нам пришел, рассказал эти интересные новости, потому что они реально важные и очень интересные. Спасибо тебе, и мы обязательно встретимся в следующем эфире. Хорошо, ребята, удачи, до свидания всем. Спасибо, Алекс, большое спасибо. Счастливо, до свидания. Ну, а мы продолжим нашу вторую часть Морализонского балета, а именно новостного блока. У нас сегодня, значит, момент такой. По поводу того, что сейчас идут большие-большие-большие трения, что разворачивают людей с рейсов, разворачивают людей с турами, и аннекс-тура разворачивает, и бегас, и приходят большие-большие развороты. Где-то, ну, не у российской страной больше. Знаешь, Леха, тут даже не про разворот дело. То есть очень часто вопросы, которые мне задают, не про разворот, а то, что отмена туров идет. То, что люди берут туры, а потом после момента приходит отказ по разным причинам, по непонятным, даже отчасти необоснованным. То есть они даже с нее не спевают на Мексике лететь. Да, но я как раз вот именно про это и говорю, да, то есть я имею в виду по словам разворот, это отмена тура, ну, то есть люди собрались, их развернули. И к чему я это говорю, я говорю к тому, что так как сейчас только планируется, и вот совсем вот буквально через месяц, даже уже меньше, выпускаются аэрофлотовские авиарейсы, да, то есть аэрофлот будет летать в Канкун, то на наш взгляд, на сегодняшний момент, вряд ли эти развороты и отменные туров будут в действии. Потому что одно дело развернуть клиента Азур, да, который, ну, что такое Азур, а другое дело развернуть клиента аэрофлота, который летит, и аэрофлот вряд ли согласится тащить человека обратно. Вот. И к тому же аэрофлот это прогосударственная кампания Российской Федерации, плюс Мексика это, ну, как бы друзья Российской Федерации. И здесь может быть политический вопрос о том, чтобы всех тех, кто летит аэрофлотом, не разворачивать ни на турах, ни в Канкуне, ни еще где-либо. Вот. Поэтому, наверное, мы вот с точки зрения правильности, экономии средств и снижения рисков могли бы посоветовать не лететь в ближайшее время, да, а чуть-чуть оттянуть время и лететь уже аэрофлотом, дабы снизить риски разворотов и потери денег на турах. Вот. Поэтому пока есть время тем людям, которые планировали, займите, заняться лучше сейчас кейсами, да, историей и укрепить их, и сделать их более подходящими для того, чтобы их можно было защищать в Соединенных Штатах Америки, а потом уже задаться вопросом, как лететь, а не наоборот, да, потому что в большей степени сейчас все как можно быстрее летят, а кейсы проходят как бы стороной. И вот там возникают другие проблемы. Поэтому, ребята, обратите внимание на тот период, когда полетит аэрофлот. Слушай, скажи мне еще такой момент, который, наверное, сейчас ты в этом плане больше осадомлен, по поводу детей и загранпаспортов. То, что когда есть старый загранпаспорт, и когда детей вписывают в паспорт родителей, что там у нас, какая ситуация? Там, значит, ситуация у нас такая. Совсем недавно, вот буквально недавно, сегодня был, поднимался такой вопрос у одного из наших подписчиков. Огромное ему спасибо за эту новость, потому что ситуация следующая. На сайтах официальных у Туркишей, у КЛМ говорится о том, что для того, чтобы провести несовершеннолетнего ребенка, необходимо иметь загранпаспорт для всех, то есть для мамы, папы и детей. Это написано и на Туркишах, и у КЛМ. Но наш подписчик, да, человек, который смотрит и Телеграм-канал, и наш Ютуб, столкнулся с этой проблемой, что у него паспорт старого образца, и он связался с авиакомпанией, дабы узнать, что ему делать, если у него паспорт старого образца, ребенок вписан, а загранпаспорта у ребенка нет. И выяснилось, что несмотря на то, что официально на сайте написано, что Туркиши не сажают, и КЛМ не сажают, Туркиши сказали о том, что они посадят ребенка и туда, и обратно, ну тоже есть обратный билет, даже с таким паспортом, и они спокойно прилетят и улетят, и ребенка загранпаспорт не нужен. Но КЛМ они отказались, да, они сказали, что мы не посадим такого ребенка, все согласно, то есть информация, которая выложена официально на сайте. Таким образом получается, что Туркиши сажают детей, а КЛМ не сажают с отдельным загранпаспортом. Понятно. Не, извиняюсь, я почему-то старый день, я уже прямо в эфир выхожу уже с горлоса, поэтому от меня мешкой отмалчивается этот эфир, потому что я чувствую, что меня как-то скребет. Надеюсь, наши подписчики меня поймут. Так, скажи мне еще вопрос. Значит, по поводу, понятно, паспортов, но в целом, которая сейчас ситуация по прохождению, то есть я сейчас не вижу такой прям какой-то сильной истерии, то есть каких-то таких обострений сильных, и чтобы как-то прям сильно уже, чтобы кого-то там разворачивали. Что думаешь ты? По поводу вбросов, которые сейчас максимально, я уже устал отвечать на эти вбросы, я очень надеюсь, что многие посмотрят этот выпуск. Очень много вбросов, что с 1 ноября непосредственно изменится система получения политического убежища. Одних будут сажать всех в детеншн, другая половина говорит о том, что все будут у офицеров принимать мероприятия путем общения с айс-офицером и принимать решение дать политическую биржу или не дать политическую биржу именно на бордере. Еще раз говорю, такого не будет ни с 1 ноября, ни с 1 декабря. Все эти законопроекты, они в стадии обсуждения и нет еще четкого понимания, когда они будут работать и как они будут работать. Никто об этом еще толком не знает. Поэтому на сегодняшний день на бордере ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре и не в начале декабря уж точно, не будут вводиться дополнительные схемы по работе с политическим убежищем для нас, иммигрантов. Плюс на сегодняшний день никаких полномасштабных изменений, усилений, критических моментов, которые были бы на границе, которые бы мешали бы в свою очередь переходить границу, тоже не было. Люди как ходили, так и проходят, как проходили в бордеры и выходили через 1-2 дня, так и выходят. Как кто заходил с фейерверками и со всеми делами койотовскими, они попадают в детеншн, потому что им назначают дополнительные проверки, на основании чего они подвергали опасность жизни офицеров и прочее. Поэтому все в штатном режиме, никаких особых проблем нет. Новости, которые сбрасываются в телеграм-группу про людей, которым Трамп отменил, Байден решил тоже поддержать, отменил то, что не отменил и так далее. Вот эти новостные блоки, которые вкидываются сейчас, не разобравшись, вкидываются в телеграм-канал, и ребята, все новостные блоки касаемо разворотов иммигрантов, касаемо впусков, невпусков через границу и так далее, это все касаемо латиноамериканских стран, идущих пешаком, пешим вариантом на границу. Нету никаких вариантов, касаемо наших иммигрантов, то есть СНГ, Россия, Белоруссия, в общем, всех-все-все-всех, кто у нас вокруг, таких проблем нет. Таким образом, спокойно дожидаемся аэрофлота, кому не терпится, спокойно покупаем туры, туры обнуляют, покупаем авиабилеты самостоятельно, на Букинг-Конг все бронируем, никаких фотошопов не используем, как мне написали, а можно я там покажу обратные билеты, а фотошоплю дату, что типа ни в коем случае никаких фотошопов, все должно быть настоящее, никаких не подводите сами себя, а билеты туда-туда, обратные билеты обратно, на Букинге все забронировано, все у вас чисто, все на руках, вы спокойно прилетели самостоятельно, если тур обнулили, и прошли, все. Дальше спокойно прилетели в Тихуану, все согласно тем правилам, которые мы уже расписывали не раз в Телеграм-канале, прошли через границу, просидели сутки-двое, если вы прошли тихо-спокойно на границе, и вышли все согласно действующим правилам и законодательствам. Через сутки-двое-трое вы находитесь на территории Соединенных Штатов Америки, и дальше переходите в группу Тичбеки и Лайф, и там задаются все свои вопросы. Никаких других схем на сегодняшний день не было и нет. Не пользуете никакими зелеными коридорами, никакими койотами, никакими перевозками, троллейбусами, трамваями, тоннелями, как они еще по-другому называются, этого мы ничего не используем, потому что использование платных ресурсов, это очень важно, потому что на борде работают не дураки, и СБПшни и офицеры, они тоже не дураки. Поэтому если они видят, что человек прошел койотом коммерческой линией, когда в машине набито 15 человек, они прекрасно понимают, что это сформированная коммерческая автомобиль, сформированная коммерческая тема, вы сразу красиво по красной дорожке заезжаете в детеншн, потому что назначается админпроверка, как вы добирались до границы, как вы пересекали койотами и так далее. Я думаю, что многим это не нужно, поэтому проезжаем спокойно, согласно действующему законодательству. У меня все. Илья, спасибо большое. Простите большое. Спасибо большое тебе. Я сегодня в эфир чисто за компанию вышел, чтобы про меня не забыли, но я, к сожалению, сегодня не оратор. Нашим подписчикам еще раз спасибо большое и оставайтесь с нами. Ну, всем спасибо, всем пока. Ну, Андрею желаем обязательно здоровья, чтобы он выздоравливал. Плюсики ему по-настальте, как Андрей там, няшкой называют. Няшку нашу Андрею, пожалуйста, поддержите, чтобы не болел мой дорогой друг. Все, всем пока, всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока.